Человек это очень сложное существо, состоящее из множества организованных систем, которые не являются вашими. Одним словом, человек был запрограммирован таким образом, чтобы у него было множество имплантов для управления этим самым человеком через систему и её доступ и контроля. Это, конечно же, пища, это, конечно же, микроорганизмы различные, которые попадают к нам из воздуха, из еды, из ротов и других отверстий людей через секс, поцелуи и так далее. Человек, по сути, это машина, алхимическая машина, которой нам ещё предстоит научиться управлять. И с утра, например, когда вы просыпаетесь, вы чувствуете множество желаний. И среди всех этих голосов очень сложно узнать, а какой истинный голос, голос моего духа. Потому что душа — это коллективный разум микроорганизмов. Душа — это зверь, это гидрожелание, которое постоянно чего-то хочет. На самом деле человек — это квантовое существо, которое состоит из различных проводов и труб. И по этим проводам вы должны пускать только высокоэнергетическую субстанцию без каких-либо негативных, поломанных модулей. И, естественно, еда — это один из таких модулей. И само качество еды говорит вам о том, какое качество будет у вашей жизни в дальнейшем. И если вы постоянно говорите, что хотите побаловать себя вкусненьким, вы должны давать себе отчёт, что вкусненькое, как правило, — это не салатик и не фрукт. Это, как правило, тортики, это гамбургеры, это картошка фри. Это всё самое вредное. И этим вы балуете гидрожелание, звережелание, которого в различных трудах и религиозных писаниях называют фищу сутаной. Это и есть тот самый многоклеточный организм, называемый гидрой. Это своего рода ваша внутренняя суть, которая находится в вашем теле и постоянно дёргает вас за ниточки, как марионетку. И требует, требует, требует. С самого утра вы чувствуете, что вы хотите закинуться наркотой. Наркота — это и есть еда. Либо же получить какие-то эмоции от человека, которые пробудят ваши гормоны. И тем самым вы, как наркоман, постоянно охотитесь за удовольствиями. Но вы никогда не сможете одержать победу на этой охоте, потому что вы всего лишь загнанная жертва. Именно вы жертва. На самом деле люди, которые не охотятся за чувственными желаниями, находятся совершенно на другом уровне питания. Это питание эфиром. Когда человек уже не ищет удовольствия от общения, от какой-то вкусной еды, от вкусненького, от различных, скажем так, модулей по самоутверждению, общения в массах, от секса, объятий, от поцелуев, от рождения детей. И вот этих всех штук, где человек становится зависимой жертвой, загнанной жертвой в отношения среди людей, где он должен отдавать свой ценный ресурс на это всё. Ну и последний модуль — это человек, который считает, что он будет спасать этот мир. Это человек, который решил, что он что-то познал, хотя он является такой же марионеткой, как и все остальные. Ему не чужды никакие человеческие желания. Он также ест всё подряд практически. Он также занимается сексом. У него также есть дети. Он также болеет, как и все. И, собственно говоря, он абсолютно ничем не отличается от того биоробота или бомжа, который валяется под забором. Практически ничем. И этот модуль также даёт некую подпитку наркотическую. О том, что человек знает больше, о том, что он мудрее. На самом деле он также отправится на погост, как и остальные люди. Его либо сожгут, либо сожрут черви. Вот и всё. Понимаете? И мы сразу же приходим к тому, что нужно задаться вопросом. А в чём же тогда вообще смысл человеческого существования? Если человек после каждой, например, победы, после каждого достижения бежит за стол сразу же и начинает закидываться этими наркотиками, начинает запивать вот эти говно бактерий. Алкоголь – это говно бактерий. И, в общем-то, в этом и вся суть существования. Это колесо сансары. И в этом колесе вы являетесь всего лишь некими работниками, которые катят это колесо, энергетически заряжая, как световую батарею. В этом нет абсолютно никакого смысла, ни конца, ни края. Вот и всё. И стоит задать себе вопрос. А что есть вообще человеческое тело, человеческий аватар? Что есть внутренняя наша суть? Что входит в высший портал и выходит из нижнего портала? Ведь это всё на самом деле электрическое устройство для управления реальностями. Я имею в виду устройство богов, конечно же. У обычных пешек, которые являются здесь бутафорией, нет абсолютно никаких девайсов. Вот об этом стоит подумать. Что вы загружаете в свою алхимическую машину? Что вы пускаете по трубам? Какое качество, энергия или элементов, которые вы пускаете по своим трубам и проводам? И стоит задать себе вопрос. А доволен ли я своим телом? Доволен ли я тонусом своего тела, своего здоровья, своей энергетики и тем, насколько незамутненно работает мой мозг?